А слоненок, который больше всего спрашивает? Если вот, ну, и какая-нибудь штатная... Хорошо, ребята, а у вас есть тут тревожная кнопка? А если хулиганы придут? А если наркоманы придут? А если пьяный придет? Ну, это тут надо почувствовать или понять по ситуации. Еще такие вопросы, кто кого экзаменовал вот такими вопросами. Это может быть и уместные вопросы, а могут быть и не очень. То есть тут надо как-то разобраться, и если уместен вопрос, то задать. Ну, слава богу, я уже им задал. Понимаешь, там эта девушка, которая отвечала, она... Ну, что есть тревожная кнопка, да? Адекватно. Там, слушай, у них есть камера наблюдения, которая все снимает тревожные кнопки. Вроде нет, но инцидентов ни разу не было. Зато она рассказала, что вот там за зеркалом есть дверка, через которую можно убежать, если что. А, это хорошая, да. Да, вариант хороший, поэтому... Соломка можно курить. Соломка можно курить. Не, ну, кроме смеха, на меня это важно. А если придут какие-то аркоманы там удолбанные, неадекватные, и что? У нас была, да, в эколавке была тревожная кнопка. Какие-то дали, в случае вот таких приходов. Приезжали, приезжали, дяденьки. Нет, она говорит, что у нее есть инструкция по рабочему процессу, какие-то там программы, кнопки нажимать, это другое. А вот на этот случай, ну, если что, я задам этот вопрос еще раз. Что делать, если придут какие-нибудь люди, скажем так, не совсем адекватные и агрессивные? Конечно, можешь сам найти какую-то смысл. Ну, да, вообще-то должна быть как бы такая штучка. Ну, по идее, да, не, ну, ментов вызывать с телефона. Ну, пока ты там наберешь... Пока менты приедут, как говорится. Нет, там же не менты, там приезжают именно охранники там какие-то. Ну, это если есть такая кнопка, а если просто вот на эту кнопки... Ну, за это платить надо, видишь, это очень платно. Ну, должен быть какой-то... Ну, вот я в Аколапке работала, там была. Я один раз только вызвала, когда зашел, дяденька наркоман. Реально видно было, что он наркоман, он сильно шатался и вообще внес какую-то прыгу. Я сразу нажала. И приехали? Да, ну, они минут через 10 приехали. Не сравнил. Ну, он уже ушел. Он ушел. Они приехали, но он сам ушел. А как-то пошатался, пошатался. Я же хорошо, у меня язык подвешен. Я ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я говорю, знаете, вы хотите что-то покупать, а он что-то невнятное бормочет. Видно, вообще нет. И потом как-то я раз так думаю, лучше же я его как бы... Я смотрю, он раз так и ушел. Они приезжают, я говорю, ну, вот уже ушел человек. Ну, мало ли бы он не ушел. Просто дело в том, что я в отчетках, а есть категория населения, которые очкариков не любят. Ну, может быть, у меня, конечно, представления какие-то неправильные. Да, по-моему, нормально. Есть, хотя она, по-моему, небольшая, но есть какие-то категории населения, которые там кого угодно не любят. Не любят, не знаю, каких-нибудь ботаников, условно говоря. Не любят не русских, не любят русских. Не евреев не любят кого-нибудь. Не любят там. Не любят там.